В Таиланде пресекать незаконный вылов рыбы планируют в том числе при помощи систем определения местонахождения судов. Тайские ВМС уже начали устанавливать соответствующее оборудование на лодке рыбаков. Для страны, которая занимает третье место в мире по объёмам экспорта морепродуктов, остановить нелегальный вылов критически важно. В противном случае она может лишиться одного из своих самых больших покупателей – Евросоюза. Представители ВМС говорят, что новая система позволит не только остановить браконьеров, но и следить за условиями работы людей. Заместитель директора Фонда экологической справедливости говорит, что оборудование лодок – это только начало. «Чтобы остановить нелегальную рыбную ловлю и торговлю людьми в этом секторе, нам нужно устранить коренную причину, и она заключается в перенапряжённости. Лодки вылавливают на 84% меньше, чем это было в 60-х годах прошлого века. Это заставляет капитанов использовать радикальные меры, включая незаконный вылов и плохое обращение с работниками». В 2015 году Евросоюз предъявил жёлтую карточку тайским властям и потребовал урегулировать рыболовную индустрию. Правительство Таиланда говорит, что с тех пор зарегистрировало большинство рыболовецких судов, а также запретило использовать бреднее донное траление. При этом более трёх с половиной тысяч лодок рыбаков не получали разрешения выходить в море по меньшей мере в течение года. В рыболовецкой индустрии Таиланда задействовано более 300 тысяч человек. Большинство – это рабочие мигранты из соседних стран. Пик добычи в стране пришёлся на 2006 год. Тогда в общей сложности было выловлено более 856 тысяч тонн морепродуктов. Потом объёмы пошли на спад. В 2010-м объём добычи составил чуть менее 618 тысяч тонн. При этом в 2013-м Таиланд экспортировал морепродуктов на 7 миллиардов долларов. Евросоюз импортирует из страны рыбной продукции более чем на 500 миллионов долларов.